приветствую всех кто смотрит канал магазина юмакс про сегодня у нас небольшой обзор эксклюзивного ph метро называется amt28 купить его можно на amazon.com или конечно в нашем магазине производитель пашметра мтс это очень большая американская компания которая много лет занимается производством различного измерительного оборудования на amazon.com этот пашметр презентуется фразой но калибре шиннида то есть без необходимости калибровки так ли это на самом деле узнаете далее в обзоре и так прибор приезжает вот в такой вот красивой коробочки на ней с обратной стороны написано коротенькая инструкция на английском языке мы даем исчерпывающую инструкцию в комплекте на русском языке внутри коробочки находится вот такой вот красивый белый ph метр выглядит он очень просто и одновременно очень хорошо примерно так он и работает прибор использует три батарейки типа lr44 они идут в комплекте но если будет необходимость заменить их снимаете вот эту верхнюю крышку достаете старые батарейки вставляете новые обязательно запомните положение плюс и минус плюсом устанавливаете батарейки пружинной части там есть пружинка плюсом батарейки пружинки и соответственно закроете включается прибор удержанием в течение двух секунд единственной кнопки на этом всем приборе она тут вот сугубо 1 вы ее нашали две секунды подержали прибор включился после включения прибор отображает одновременно температуру и ph по переменно пол секунды ph на экране пол секунды температура и так посмотрим на электродный блок прибора он закрыт вот таким вот колпачком крупненьким он довольно жесткий на самом электродном блоке есть вот такой вот наплыв он обеспечивает герметичность при закрытом колпачке это очень большой плюс таким образом вы можете использовать калий хлор для хранения данного прибора что значительно продлит его срок службы в торце электродного блока ожидаемо видим три основных элементов стеклянную мембрану по центру находится маленькая диафрагма правее и довольно крупный термодатчик пока все очень и очень неплохо с этим ph метром и так производитель заявляет что прибору калибровка не особенно нужно кроме того прибор рассчитан максимально облегчить жизнь пользователю проверим насколько это соответствует действительности возьмем три калибровочных раствор и посмотрим что покажет прибор на столе вы видите синий раствор 686 ph желтый 10 и 1 сотая красные 4 и 1 сотая ph следует сказать что при работе с обычным ph метром вам приходится самостоятельно определять время стабилизации показаний а если вы используете mt28 до прибор автоматически перейдет из режима измерения в режим удержания показаний холст тогда когда показания измерений стабилизируется для повторного измерения нужно просто коротко нажать единственную кнопку прибора проверим точность данного прибора на опустили прибор в калибровочный раствор 686 и ждем пока он стабилизируется пока он на экране отображает по перемену то температуру топаж это идет процесс работы когда зафиксируется показаний плаш и температура не будет появляться это значит что он стабилизировался и перешел в режим hold вы видите он стабилизировался на 684 сотых то бишь но на 2 сотки он не дотянул это довольно таки неплохо но опустили его промыли естественно в калибровочный раствор 4 и 1 сотая сделали несколько помешивающих движений после этого нажали кнопку единственную на этом приборе чтобы он вышел из режима hold и продолжил измерение и вот он стабилизируется в растворе 4,01 ph красненький 4,02 доли то бишь на одну сотку он не дотянул до 4 и 1 сотки опустили мы в последний наш калибровочный раствор 10 ph подождали пока он стабилизировался естественно мы его тщательно промыли перед этим всем дадим ему еще один цикл вот сейчас он основательно стабилизируется и мы покажем что у нас получится 10 и 1 сотая не дотянул он 4 сотки в общем то но возможно если дать ему еще несколько циклов то бишь чуть больше времени на стабилизацию как бы он показал бы нам нужно значение в целом следует отметить что прибор действительно очень даже неплохой кроме того для опытных пользователей производитель в нем все же реализовал калибровку смещения электронной характеристики и даже полный возврат к заводским настройкам поэтому если захотите его подстроить более точно то это в принципе возможно об этом всем очень подробно написано в инструкции которую мы даем данному прибору всем спасибо за внимание